Он вонел мыслью. Кстати, есть кавказская философия, но если без шуток, скорее всего, любая философия так или иначе есть. То есть, что-то, видимо, изучается. У него кризис гуманистических ценностей. И вот, наткнувшись на один кусочек текста, который я сейчас оглашу, я решил записать данный обзор. Значит, вот кусочек текста зачитываю. А антигуманное использование плодов развития науки и техники в условиях либеральной демократии развеяло миф о всесилии науки и возможностях человеческого разума. Вот и вот. Непонятно. То есть, смотрите, у нас получается, что наука там начала что-то уничтожать. Что должно, наоборот, подтверждать всесилие науки. Наука может уничтожать, наука может разрушать, наука может убивать. И это как-то почему-то опровергло тезис о всесилии науки. Непонятно. Что я хочу на эту тему сказать по поводу этого всего. Материал был по поводу постмодерна, достаточно интересный. Но вот эта вот отсылка вечная к гуманистическому... Да, Давида Анафта я, кстати, читал немного. Ну, то есть, у меня даже его текст где-то был непосредственно. Вот он присутствует, я, правда, не очень внимательно его читал, поэтому советовать не стал. И он у меня тоже в голове всплыл вроде, но вот советовать не решился. Идеалу даже в статьях о постмодерне она несколько меня смущает. По какой причине? Как бы наука, в сущности, это методология познания и построения оптимальны, приближены к объективной модели реальности. Такое определение науки я, в принципе, поддерживаю. То есть, человек Войт на канале, вот это Войт ТВ, он не привязал науку к практике вообще никаким образом. Вот заметьте, это важно. То есть, по его определению все практически так называемые дисциплины, то есть, все техническая наука, это не наука. И это правильно в каком-то смысле. То есть, действительно, в каком-то смысле это правильно. Поэтому, как бы, наука, она не обязана соответствовать ни гуманистическим, ни антропоцентрическим воззрениям, создавая из них некие святыни. Наука сама по себе, с одной стороны, является святыней. Как бы, у нее свой познавательный, в общем-то, святой интерес, есть определенная вера. Вот в то, что было перечислено выше, определение было дано. Якобы приближение к объективности, якобы приближение к какому-то знанию, якобы вера в методы определенных. Что эти методы обязательно приведут нас к объективным данным и знаниям. То есть, с этой стороны есть свои святыни. С другой стороны, наука действительно может не опираться на другие святыни, там уничтожение какое-то, гуманизм и так далее, так далее, так далее. вполне так себе, это правильный тезис-тейк. То есть, вот это вот всесилие, ну, якобы всесилие науки, оно вообще не направлено на гуманизм. Наука сама по себе тоже не очень всесильна, в другой, понимаете, в чем дело. А наука, как исследовательский метод, как уже Войт сам описал, ну, это был исследовательский, это чисто интеллектуальная штука, это получить знания. Это не значит создать практическую какую-то херню, ракету, например. Это значит получить знания. Получить знания о мире, то есть теоретическое по преимуществу знание, сделать это теоретическое знание максимально объективным. Вот. Другое дело создать какую-то практическую штуку, которая убивает людей. Можно практически без науки создать катапульту с огромным камнем, запустить ее в город, и, в общем-то, на этом камень будет нанизано огромное количество человеческих трупов, что мы не поддерживаем. Это не вполне будет научно. И создать катапульту без науки вполне так себе можно. Нацелить сложнее, но тут математика есть. Математика тоже так условно наука. Каким-то знанием она тоже не имеет отношения, но прицелиться поможет немножко. В этом смысле, да. Ну, то есть, создать катапульту можно, не зная законов мира, вообще без проблем. Вы можете рогатку создать без проблем, не зная законов мира. Любой ребенок может это сделать без проблем. как бы, и убить из рогатки человека. И на исключительную функцию сохранения жизни всех и вся. Поскольку, это вот, подобное понимание науки, науки через призму гуманизма, оно искажает ее сущность. Поскольку нельзя смотреть на методологию познания бытия в контексте Вообще, непонятно, кстати, какая сущность у науки, потому что у науки есть несколько определений, множество различных ученых с различными мировоззрениями. Но, в принципе, они, конечно, все так или иначе занимаются именно настоящей ученой познавательной деятельностью. Но также есть и люди, которые называются учеными, но занимаются они не познанием, а практикой. Это всевозможные инженеры, представители технических наук. С другой стороны, есть люди, которые не занимаются никаким познанием вообще, ну, то есть логики и математики. То есть они не изучают какие-то объективные предметы, которые существуют в реальности. Логики этого не делают. Потому что все, что происходит в общем-то внутри их сознания, это не имеет никакого отношения к объективности. То же самое с математикой. Математика не разбирает объективные объекты сами по себе. Она разбирает математические, в общем-то, функции, математика с числа разбирает и так далее, и так далее, и так далее. Прочие предметы разбора математики, фигуры геометрические разбирает математика. То есть вот математика, она тоже, на мой взгляд, не наука, например. Потому что она ничего толком не изучает, и тому определению, которое было дано, это противоречит. Метафизическая горилла. Наука – это истина и добро. Критика науки – это ложь и зло. Ну, вот можно так тоже подойти. Тут еще другая проблема заключается. Вместе с формированием научного знания начал формироваться гуманизм. И в целом гуманизм свойственен многим первым ученым. Ну, то есть, например, даже прото-ученым вроде Роджера Бекона уже свойственен гуманизм, свойственны какие-то прогрессивистские позиции. Он пытался предсказать, какие замечательные изобретения. Роджер Бекон, то есть, христианский монах непосредственно, который обитал в университетах христианских еще до, в общем-то, создания полноценного научного метода, предсказывал, что на базе невероятных, прекрасных вот этих научных изысканий и исследований можно будет создать летающие, не знаю, повозки. Повозки, которые будут ездить по рельсам с огромной скоростью. Что он там только, в общем, не предсказывал. И это, в общем-то, одна из таких вот таких, ну, может быть, не первых, но фундаментальных теорий прогресса, интересных, представленных в протонаучном знании. Да и в научном уже, в том знании, которое уже является становящейся наукой, например, уже у Фрэнсиса Бекона, мы встречаем то же самое. И этика, и гуманизм там тоже так или иначе присутствуют. В этом проблема. Для науки статистический человек, он ничем не отличается от той же самой крысы, которая применяется в экспериментах. Херня, есть антропный принцип. И что? Человек все равно является центральной, в общем-то, единицей науки. И как минимум в науке производится деление на объекты субъект, и субъектом может быть только человек. Человеческая наука, как ни странно, антропоцентрична. И не может не быть антропоцентричной. Что в отношении к себе подобным у нас бывают активные работы от определенной области мозга, провоцируя нас на сопереживание и вызывая некие моральные чувства. Более того, само по себе наука, она не обязана воспитывать в людях этику, гуманность и моральные чувства. У ученых есть своя этика. Есть научная этика, благодаря которой, собственно, мы должны верить в то, что ученые правильно производят свои исследования. Потому что скрыть реальные результаты исследований очень просто в научной системе. Вы можете написать статью на любую тему. При этом, если вы в этой теме разбираетесь, вы можете подогнать любые данные. Если это будет более-менее правдоподобно, это никто проверять даже не будет, друзья. Поэтому большая часть таких вот прекрасных научных исследований держится исключительно на научной этике. И если кто-то из ученых вдруг оказывается плохо в этой самой научной этике, то все, что говорит товарищ Войт, становится сразу фуфлом. Ну, то есть, вся объективность великая, вся точность, вся последовательность, все это постепенно так рушится. А ученых, которые подкладывают результаты какие-то ложные, ну, они, в принципе, тоже некоторые известны. Мы о них тоже можем говорить. Мы знаем, что такие прецеденты имеются. А поскольку она просто способна отвечать на вопросы, как и что работает, но она не способна отвечать на вопросы, как поступать морально в тех или иных ситуациях. Наука, в том числе, базируется на этических определенных постулатах, которые являются чисто этическими, но без них научное исследование невозможно. Ввиду того, что оно сразу перестанет быть объективным. Объективность, как ни странно, вот получение этой самой объективности держится во многом на этике. Чтобы провести хороший эмпирический эксперимент, нужно быть уже не только, в общем-то... Блин, а что вы там говорите, друзья? Там у вас какой-то спор, во-первых, у двух наших друзей, а потом метафизическая горилла что-то пишет про Бои Фергюсона и Хабиба. Он сорвался. Это второй уже или третий раз? Мне кажется, он как будто бы в диалоге с кем-то, но я не вижу этот диалог. Так. Хорошо, продолжаем Войда смотреть. И с точки зрения науки, если в... У науки нет точки зрения. Наука не человек, не существо, не... В конкретной ситуации поступать морально, значит, эффективно, то есть, если человек поступает морально, то есть, это эффективно и выгодно, значит, нужно поступать морально. А если неэффективно, значит, нужно поступать аморально. Вот вся сущность, на самом деле, науки, потому что она... Ну, тут ту проблему, которую он сначала перечислил, он мог бы вообще ее не разбирать таким образом, потому что это излишне. Там просто вначале заключалось такое противоречие. Наука там... В общем, у нас появился упадок взглядов насчет всемогущества науки, с одной стороны, потому что она начала... Ее можно использовать для уничтожения людей, с другой стороны. Во-первых, неправильное определение науки было дано изначально. Вот наука это не практика. Вот важно понимать. Наука исследует, наука не практикует, наука не создает ракеты, которыми разрушаются города, например. Наука не совершенствует ракеты, которыми вот эти города разрушаются. Это инженерная больше работа, не научная. Инженерия, конечно, связана с наукой так или иначе, но непосредственно все равно тут есть различия колоссальные. С другой стороны, проблема в том, что вот если даже мы говорим, что инженеры это тоже ученые, замечательные, прекрасные, умные, и они могут уничтожать там целые города, это наоборот говорит о росте могущества науки. Все. И вот противоречие уже в самом... вот этом вот... самой формулировке, которая была представлена. Исходит из прагматизма. А вот уже критерии эффективности все выбирают для себя сами, оценивают его сами. И если они как бы ошибаются в своем выборе, как поступать, это уже их личный ответ. То есть за свои действия, ну, перед самими собой, своими же страданиями. Вот. И перед обществом за нарушение моральных законов. И разобраться и предсказать, что выгодно быть моральным или аморальным, уже куда сложнее, поскольку ни первый, ни второй случай они дают универсальных, абсолютных преимуществ. То есть нету абсолютного преимущества ни в морали, ни в аморальности. Если ты следуешь моральным установкам своей культуры, то тебе будет лучше существовать в этой культуре. Если ты не следуешь моральным установкам своей культуры, по крайней мере, хотя бы не делаешь вид, что ты им следуешь, есть вероятность, что тебя убьют, арестуют, изнасилуют, не знаю, сделают с тобой что-то очень-очень плохое, странное и отвратительное. Например, если девушка в исламской какой-нибудь стране будет одеваться так же, как она одевается в европейской какой-нибудь стране, велика вероятность, что ее изнасилуют и убьют. Нравственность уже прилагается в данном случае уже к одежде вот этой девушки. Я не поддерживаю убийство девушек, изнасилование девушек, определенно тоже не поддерживаю. Это вот, ну вот это может случиться как раз, не то чтобы даже по той причине, но вот это будет немножко связано все-таки. Из-за того, что она не следовала этикету в одежде и этике в том числе, как правильно одеваться там не проэтично не показывать свои ноги, например, то вот вот-вот-вот полезно, очевидно полезно ей было бы все-таки одеть хиджат, например. Ну, очевидно полезнее. Так, метафизическая горилла. Меня напрягает такая обработка голоса, типа таинственный интеллектуал, обладающий какими-то важными знаниями. У Фримена такая же фигня есть. Ну, на самом деле мне нравится автор. Я бы не сказал, что он совсем фигню порет, но он, в принципе, вроде норм. Пока все, что мы слышали, это стандартные такие позиции сиентистов. Ничего сверх отвратительного, с одной стороны, ничего сверх тупого здесь нет. С другой стороны, ничего сверх гениального по сравнению с сиентизмом тоже здесь нет. С такими позициями очень часто мне, например, приходится работать. В каких-то ситуациях Хойлсэп может быть морально и может от этого выиграть. В неких других ситуациях она может от этого проиграть. То же самое с аморальностью. Вот. Моральный человек в рамках своей культуры практически всегда будет выигрывать. Ну, то есть, например, если вы в христианской культуре предали кого-то, люди будут считать, что вы предатели. Это будет плохо сказываться на вашу жизнь. Так или иначе. Если вы не будете предавать никого, ну, будет очень маленькое количество ситуаций, когда вам это пойдет во вред. И то это, скорее всего, будет такой вред, который, ну, вот выбор из двух, в общем-то, вредных событий. Вот предать кого-то и не предать. В христианской культуре, если вы кого-то предадите, против вас будет, в общем-то, организована там своеобразная травля, возможно, даже. Вообще, в христианской культуре особое значение имеет вообще грех-предатель. непосредственно. Это один из самых главных грехов, самое худшее, что можно вообще совершить, наверное. Но ввиду того, что сатана более всего известен как раз тем, что он предал Бога. И это один из главных сюжетов, так или иначе, христианства. И все дальше понятно, логическая цепочка. Если вы будете в общем предавать, скорее всего, у вас будут проблемы. Приведу некий пример эффективности в контексте той же самой морали. Есть долгосрочные модели альтруистического поведения, и они также эволюционно выработаны с целью эффективного выживания и наследования генетической информации. Выработаны ли они эволюционно тоже большой вопрос. Почему? Объясню сейчас. Потому что у разных культур разные этические основания, разные альтруистические системы, разные вообще какие-то базисные установки. Причем не только у разных культур. Внутри каждого общества есть разделение на иерархию, на разные иерархические в общем-то позиции. И каждый в общем-то класс, каждый ранг, каждый какой-то разделение людей имеет свою этику. Ну, например, одна этика была у аристократов, другая этика была у крестьян, у обычных. Это тоже вполне обычное отделение. Одно делает этика самурая, другое делает этика европейского какого-нибудь воина. Одно делает этика того же самурая, опять же, и японского земледельца, например, тоже. Другое делает этика самурая в сравнении с этикой хозяина этого самурая. Тоже разные этические системы получаются, разные этические воззрения и разные допущения, которые, в общем-то, можно тем или иным людям делать или нельзя. если это выработано эволюционно, почему у всех людей это все так по-разному представлено, я не понимаю. Пример. К примеру, поступки различных героев, смертников, камикадзе в актах самопожертвования ради группы или нации с точки зрения эмоционального социума и популяции, в которой они были рождены и воспитаны, могут интерпретироваться как... очень объективно, научно и потрясающе могут интерпретироваться. Научно. Но наука доминирует как всегда над всеми, вы видите. А можно не представить? Триумф воли духовных сил субъектов, но с точки а... А, можно представить как вот какая-то чушь, такая вот ерунда, а можно... Извини эволюционных механизмов или представлений, подобное ультра-альтруистическое поведение особи, направленное на жертвование собой, может дать общее преимущество для выживания популяции в целом. В общем, да, вы представляете себе герой такой, какой-нибудь Гильгамеш. Ха, а если я вот сделаю вот это, это даст преимущество для выживания моей популяции в целом. Хм, хорошая идея, да, давайте-ка я это сделаю непосредственно. Или может быть Геракл такой. Хм, а если я убью этого льва, это даст преимущество для моей популяции в целом. Притом вот этот тезис, ну вот никак не найдет никакого подтверждения в греческой философии, но скорее всего мы столкнемся с другим пониманием греков. Ха, если я убью этого льва, я стану героем, мое имя обессмертится, и возможно меня даже возьмут на Олимп. Ну вот, вот, вот реальное объяснение поступков большинства греческих героев, например. Мое имя станет бессмертным, я обессмерчу свое имя, я стану классным, я буду крутым, поэтому я совершу подвиги. Вот, поэтому, да, я обессмерчу свое имя, я буду героем. Вот, вот мотивация великая для греков. А сохранение жизни мотивации, ну, лол. Ну, это чисто эволюционная такая традиция, трактовка, которую просто пытаются приписать обратным числом кому попало вообще без разницы. Замечательно. То есть, если он... Причем, мы должны понимать, что этих героев скорее всего не существовало, как бы. Ну, тоже очень научно. Жертвуют собой ради группы, то в родственной генетической группе популяции остаются те, кто может передать практически аналогичную ему наследственную информацию. То есть, тем мораль и может быть эффективна. Стоп. Герой. Суперчеловек, абсолютно сильный, Ахиллес, Геракл, Гильгамеш, кто угодно, все суперсильные, суперкрутые, сверхчеловечные. Они спасают обычных людей, и их гены приближены к генам Гильгамеша, Геракла и прочих сверхлюдей, получается. По-моему, это не имеет смысла в данном случае. Фиктивно в групповом... Ну, потому что мы берем мифического персонажа вообще, в принципе. Ну, давайте реального героя тоже возьмем. Реального героя. А смысл спасать того, у кого, в общем-то, твой генетический код. Ну, смотрите, вот, уважаемые, вы там сидите у себя где-нибудь там дома, и вдруг вы сталкиваетесь с ситуацией, что у вас на чаше весов, весы, большие чаши, и под чашами стоят чаны такие большие с кипящим маслом. На одном чане стоит мальчик темнокожий, черный мальчик. Простите, опять я это плохое слово употребил, простите, я не хочу никого обидеть в данном случае. Темнокожий мальчик стоит на одной чаше весов, а на другой мальчик с белой кожей. Если вы спасете одного, умрет другой. Вы не можете передвинуть чаны, например. То есть, вы спасете все белого мальчика, или вы будете сомневаться, либо вы не сомневаетесь, но все, я спасаю человека, который вот ближе ко мне эволюционно. Вот если этот мальчик продолжит свою популяцию, то он продолжит мои гены, похожие на мои. Вот так будете поступать, либо вы подумаете, как спасти обоих, не знаю, либо вы все-таки, может быть, у вас будет вероятность спасти темнокожего мальчика, например. Почему бы не спасти темнокожего мальчика? Я не вижу никаких оснований не спасать данной ситуации темнокожего мальчика, например. Ну, либо вот, утоплю обоих, чтобы не чувствовать вино. А вот метафизическая горилла, я спасу белого, хотя сам метафизическая горилла, как я понял, он из Чечни. То есть, это определенно, видите, он действует от обратного. Он действует от обратного. Он спасет белокожего мальчика, хотя сам он темнокожий немножко, видимо. Шутка. Шутка, не обижай себе, ты физическая горилла, я не хотел тебя обидеть. ...отборе. Он пожертвовал собой в рамках внутригруппового отбора, аннулируя свою генетику в рамках индивидуального... Ну, здесь, на самом деле, понимаете, все так же притянуто за уши, как, в общем-то, диалектика Кегеля к истории философии человечества. Абсолютно такой же уровень притягивания за уши. ...отбора, но дал жизнь группе и схожей генетике. Я поэтому, кстати, вот если бы там была Лоли, написал Эотнос, я поэтому и сбежал полового различия, потому что если бы там была Лоли, все бы спасли Лоли непосредственно, это же сразу понятно, как бы. Потому что непосредственно в этой Лоли человек может про это... Вот, то есть эта Лоли непосредственно может стать средством для продолжения вашей генетической информации, понимаете, непосредственно. Поэтому спасение ее, наверное, будет в приоритете у большинства людей. Да, метафизическая горилла оценила шунку, поздравлю. Ну, то есть, да, видите, наполовину. А то есть у вас выбор действительно есть. Хм, кого же мне спасти? Кого же мне спасти? Кстати, да, действительно, тут еще вопрос появляется же такое. Если человек смешанный ген, как ему выбирать? Кого спасать? Какую популяцию ему спасать? Непонятно. Поэтому героизм уже, исходя из каких-то антропоцентрических... Я считаю, что героизма не существует, во-первых, кстати. Ну, или если мы будем говорить о героизме на войне, например, на Второй мировой войне. Этот героизм радикально отличается от того, что понимали под героизмом древние греки, и что древние греки описывали как поведение героя. Геракла, Ахиллеса и так далее. Геракла, Ахиллеса, это, в общем-то, там, не знаю, люди, если бы они летали на самолетах, они бы просто вот разбивали миллиарды этих самолетов просто в секунду. Разгромили бы их просто ради славы. Им даже, по сути, без разницы, на какой стороне выступать, по большей части, было бы на войну. Герои идут для того, чтобы обессмертить свое имя. Вообще неважно, на какой стороне вы выступаете. Главное, что вы обессмертили свое имя. Все. Экентрические, гуманистические воззрения. И там не то, чтобы гуманистические воззрения были, какие-то, ну, грессы-то. Он возводится в нечто моральное. Ну, а в контексте науки, то есть сухого взгляда, холодного, это можно просто... Сухой, холодный взгляд, это наука, конечно. Никто из ученых не любит те деятельности, которыми он занимается. Вы должны понимать, что наука, это очень серьезно, друзья. Это очень холодный взгляд, совершенно беспристрастный. Совершенно, абсолютно беспристрастный. Ну, потому что ученые, они очень хладнокровные и вообще не любят ни в коем случае то, чем занимаются. Никто, не один. У меня нос резонирует и чешется, когда я так пытаюсь говорить. Просто не критиковать. Это можно просто изучать с разных сторон. И как бы обвинять науку в том, что она угрожает человечеству, опять же, нерационально. А вот то, что науку угрожает человечеству, это вполне рационально говорить. Особенно, если мы понимаем под наукой практику, а под практикой в том числе изобретение ядерного оружия, водородные бомбы, какие-нибудь изобретения более совершенного оружия. Наука угрожает человечеству. С помощью науки можно будет, наверное, впоследствии уничтожить всю планету в полщелочку пальцев просто. Либо не с помощью науки, а с помощью практики. Угрожает ли это человечеству? Вопрос сразу. Ну, угрожает. Это человечество определенно угрожает. Это может быть не так уж и плохо, это не так уж и отвратительно, как может показаться. Этически это можно не оценивать. Но угрожает ли это человечеству? Это человечество угрожает. То, что вы можете одной ракетой стереть целый город с лица земли, это угрожает человечеству? Это угрожает тому городу, например, который вы хотите стереть с лица земли с помощью ядерной ракеты? Угрожает? Угрожает определенно, угрожает. Какой-то мудак на самолете пролетит, сбросит ракету на ваш город и все. Ничего не останется. Угрожал это городу? Угрожал, наверное, все-таки. Сейчас все будет перекладываться, знаете, там, не знаю, на политиков, на каких-нибудь там генералов, на военных. Вот они решают, вот это они убили, это не ученые убили. А если бы ученые не создали ядерное оружие? Тогда бы у этих людей не было этого бы оружия. Было бы попроще. Тогда бы, например, гражданин Светов не мог бы рассуждать о том, как в разных, в общем-то, этих коммунах будет у каждой коммуны свое ядерное оружие. Вот уже сама эта идея меня как бы уже в ужас немного повергает. Представьте, у каждой коммуны будет ядерное оружие. По-моему, вот уже сам факт этого говорит о том, что наука угрожает человечеству. И анархокапитализм тоже. Угрожает как бы не сама наука, а человечеству угрожает, само человечеству, поскольку... Ой, как же я предсказал его аргумент, он был такой непредсказуемый, конечно. У него есть свои потребности, его конкуренция. Человечеству не угрожает наука, человечеству угрожает само человечеству. Человека-наука это... Мартышка и граната. И граната, она без мартышки как бы не взрывается. Гранату может взорвать кто угодно. И гранату... Если мартышка изобрела гранату и использует эту гранату, вполне так себе, но норм. Тут такой чувак, вы понимаете, он очень интересно относится к науке. Он возводит науку в ранг какого-то божества, наверное. Она где-то там существует, эта наука объективная, хладнокровная, совершенно невероятная. Где-то вот она вот присутствует сама по себе. А люди... Люди нет. Люди к ней не имеют никакого отношения на самом деле. Люди это просто проводники научного знания. Вот эти вот ученые, это проводники объективности. А все остальное это вот как бы фигня. Нет, нет, нет. Ученые никак, ни в коем случае не влияют на движение науки. И никто там никак с наукой, в общем-то, не взаимодействует отрицательно. Не, 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 не. Наука сама по себе где-то существует. У нее есть своя истина, видимо, да. Она сама работает. Это непосредственно познание истины напрямую. Без сомнений. А ученые просто вот как вот по вдохновению, как поэты, открывают для себя эту самую науку. С помощью экспериментов, видимо. Если у нас плодом науки стало атомное оружие, сброшенное на Хиросиму и Нагасаки, это не делает ядерную физику лучше или хуже. Ядерные технологии не становятся от этого каким-то абсолютным зломом. Так. Давайте-ка, правда, тут заметим, что ядерное оружие разрабатывалось специально для того, чтобы сбрасывать его на определенные города и уничтожать их. Ну, то есть непосредственно. Эти разработки, проект Манхэттен. То есть надо быть дебилом, чтобы разрабатывать ядерное оружие и думать, что его не будут использовать для взрыва людей-убийства. Как бы, ну, как бы, лол. Ладно. И если, как бы, заключенные конституционных лагерей были материалом для экспериментов, это также не делает саму науку лучше или хуже. Этические оценки могут выдаваться на базисе вообще чего угодно. И это делает науку, например, хуже с этической точки зрения. Делает. Делает. Определенно делает. Просто можем иметь другую этическую точку зрения, при которой можно вот все вот это вот делать. Все эти плохие штуки, которые мы не одобряем здесь на нашем канале, тоже можно делать. Есть просто другая этика, которая это разрешает делать. И оценивать науку с точки зрения этики вполне так себе можно. И это происходит постоянно. И есть биоэтика. И она как бы является чуть ли не частью науки, а частью. Ну, то есть она нужна. Она присутствует. Иначе у нас будут такие эксперименты, ну, просто везде, потому что, очевидно, лучше исследовать лекарства сразу на людях, на каких-нибудь, допустим, низших людях, которых мы там не любим. То, что тогда мы можем проверить, будет ли оно работать, чем на крысах. И даже на шимпанзе. То, что работает на шимпанзе, то, что работает на крысах, не всегда работает на людях. То, что работает на людях, не всегда работает на крысах и шимпанзе. Самый простой и самый эффективный метод исследования любых лекарственных средств, препаратов, каких-нибудь физиологических штук, необходимых для лечения, это исследование на людях. Но этически это плохо. И поэтому этого не делается. Поэтому куча крыс убивается, обезьянок много убивается и много разных других животных тоже убивается ради того, чтобы не экспериментировать на людях, пойти таким большим длинным путем. И наука во многом тогда в этом случае работает в холостую. Просто прокручивает огромное количество крыс, потом переходит на более высокоорганизованных животных и потом к людям уже переходит непосредственно. То есть такой длинный-длинный-длинный путь, который может в итоге не оправдаться как раз уже на этапе ступеней, вот когда на людях это проверяется. Поскольку для науки любые методы могут принести свои плоды и винить науку, это все равно, что как бы винить эволюцию за естественный отбор. Поскольку наука это всего лишь... Я не уверен, кстати, что даже если есть эволюция, есть естественный отбор. Естественный отбор это какая-то очень поверхностная концепция, ну в том плане, не знаю. Что-то в духе войны всех против всех Гоббса, например. Ну, например, да, почему бы и нет. Такая вот, не знаю, поверхностная какая-то вот ерунда, сказанная Дарвином непосредственно и развиваемая сейчас. Я не знаю, насколько можно подтвердить существование именно естественного отбора, но при этом, даже если эволюция есть, то есть эволюция не подразумевает естественного отбора как такового. Ну, это очень удобная концепция естественного отбора, потому что, во-первых, естественная, наука любит естественные всякие штуки, ну и отбор определенно есть, какой-то механизм прописывается. В принципе, опровергнуть его тоже довольно-таки трудно. Просто методология, то есть это инструмент. Просто методология. Методология ничего не значит, методология это невера. Мы не верим методологию, конечно же. Методология это вот прям вот... Просто такое вот... Просто методология. Здравствуйте, гендернефтический круг. Здравствуйте. Мы уже скоро, кстати, наверное, закругляемся, но мы досматриваем видео про науку и гуманизм. А инструмент плох только в одном случае, если он неэффективен. И если критерий эффективности измеряется в количестве спасенных жизней или количестве жертв, если инструмент при этом работает эффективно, то значит это хороший инструмент. И что еще нужно отметить? Чувак вначале обозначил, в общем, определение, в котором было сказано, что наука это преимущественная вещь, которая занимается теорией, теоретическим знанием, раскрытием непосредственно знаний о мире. А потом он быстро перескочил на практику и начал разбирать разные практические плюсы и минусы того, что можно называть наукой, и некоторые это делают. Человек, он априорно... Априорно, ну то есть до опыта, да? Запрограммирован, познавать реальность. Прикольно. Человек априорно запрограммирован для того, чтобы познавать реальность. Я даже не знаю, что в этом предложении хуже всего. Реальность запрограммирован, что он познавать, тоже не подтвердить как бы. Большинство людей вообще не стремятся к какому-то более-менее познанию. Еще другой вопрос. Реально ли люди познают реальность запрограммированы еще и априорно при этом? Априорно запрограммированы ни культурой, ни обществом, и даже, наверное, не эволюцией, потому что априорно это до опыта еще. И если бы наш предок не изучал и не познавал ее, создавая свои интерпретации реальности и модели поведения, то нас бы с вами, скорее всего, не было. Поэтому апофеозом этого объективного, строгого, холодного познания реальности является наука. Я в общем не уверен в том, что наука это апофеоз объективного, во-первых, во-вторых, холодного такого вот знания, потому что наука, в принципе, подразумевает любовь к своему предмету, основательное ее изучение, основательное изучение с трактовками, с другими трактовками непосредственно. Лола, что наука может противопоставить ММА, спрашивает метафизическая горилла. Вот Панчин против Хабиба, что может противопоставить в октагоне? Шах и мат, саентисты. Ну, я думаю, Панчин ничего не может противопоставить, а вот, не знаю, инженер, который собирает автомат Калашникова, может, может выйти на ринг и показать Хабибу, сколько можно проделать в нем дырочек. А Панчин, наверное, может объяснить Хабибу некоторые аспекты развития эволюционной и рассказать ему то, что Хабиб на самом деле родственник обезьян. Вряд ли Панчину это, правда, поможет выжить после того, как он это все расскажет, но он может это рассказать Хабибу. То есть апофеозом въедания, то есть поискового поведения, интереса, любопытства является самая наука. Более того, сам по себе рациональный подход к реальности... Как я не люблю вот эту вот херню, когда рациональный подход к реальности приравнивается к науке. У нас рационализмов, в общем-то, несколько десятков в одной Европе. Вот разных таких подходов к познанию реальности в рамках рационализма уже очень много. И полтонизм, кстати, тоже разновидность в отчасти рационализма, и перепатетизм тоже разновидность рационализма. Они занимались таким странным идеализмом, ну что вот прям вот... Можно плечами вот так вот вывезти. ...нуждается в любых гуманитических представлениях. Ведь для объективизации познания нужно искоренить... Чувак очень много околофилософских терминов использует, и это плохо. Ну, то есть это прям вот его... За это можно вот так пальцем в него тыкать, и вот как кошку в говно, и вот получится то же самое. Очень много терминов рациональное, там, не знаю, объективное, вот это все постоянно, вот эти вот термины, которые еще в итоге нередко противоречат друг другу. Наука это когда трэшмэш делает видео о том, что гомофобия ненаучна. Метафизическая горилла. Да, трэшмэш, кстати, делает чушь, ну, по большей части. Гомофобия недоучна. Гомофобия, наверное, кстати, очень даже естественна. Ну, мы не поддерживаем гомофобию на нашем канале. Но на протяжении многих веков в большинстве обществ традиционных так или иначе доминировала гомофобия. И с точки зрения, наверное, более-менее эволюционной такой науки, она естественна. И мы не имеем права ругать людей, для которых гомофобия является естественной, из-за их гомофобии. Но мы их на нашем канале не поддерживаем ни в коем случае, кстати. Ни в коем, ни в коем, ни в коем случае. Дискретное, двойственное мышление, делящее мир на плохое и злое. Вот, поэтому, как бы, если люди критикуют науку, то они должны сразу критиковать наши вычислительные свойства мозга. Я критикую науку, правильно. Я критикую вычислительные свойства мозга. Да, я критикую математику. Да, всё на месте, хорошо. Любопытство. Любопытство нет. Дело в том, что все формы познания не сводятся к науке. Философия уже предоставляет нам несколько форм познания. В религиях также есть соответствующие попытки познавать нечто интересное своими методами, иногда мистическими, иногда методами, опирающимися на авторитет. А авторитет священных текстов, например. Ну, вдруг. Ну, просто понимаете, куда проще трактовать священные тексты, чем трактовать реальность. Вот так вот, как бы, получается. И если есть какой-то священный, замечательный, прекрасный текст, в котором написано, правда, и мы в это верим, это действительно выход из многих скептических парадоксов. Был бы, если мы можем допустить такое. А когда люди смертные со своими маленькими умами, со своей вот маленькой незначительной познавательной мощью, вот этой вот, вот такой вот, мазюсенькой, которая всегда подразумевает ошибки постоянно, и даже в науке эти ошибки постоянно проявляются, так или иначе, сама наука это признает. Но мы еще не знаем, сколько ошибок в ней осталось, и сколько вообще возможно ли искоренить ошибки в науке вообще в принципе. В общем, да. Вот когда человечек обычный смертный пытается познавать, вот сразу к нему задается вопрос, а ты реально познаешь это вот? Это очень объективное знание. Ты не просто там математикой своей вычисляешь какие-то штуки, спин, вот движение различных частиц, ты не просто так его придумал, ну, ты точно уверен, что это спин, что она там вращается, что там есть чему вращаться вообще? Ты уверен, ну, или нет? Или это просто математические твои исчисления, которые нужны для предсказания там чего-то? Ну, может быть, может быть, все как-то по-другому устроено, сложнее, ну, не знаю. Это наше стремление узнавать нечто новое. Ну, Аристотель, да, писал, что людям свойственно любопытство, но это тоже ху-ху-ху. Ну, то есть Аристотелю было свойственно любопытство хорошо, некоторым философам тоже было свойственно любопытство отлично, но значительной части людей любопытство как таковое, направленное на объективный мир, на реальность, не свойственно. Это просто вы можете на опыте проверить, на опыте большинства образованных, ну, людей, имеющих среднее образование, высшее образование, даже у некоторых, больше половины, наверное, людей, имеющих высшее образование, у них нет стремления к познанию, к сожалению. Или не к сожалению, к счастью. У них нет любопытства. У них нет этого самого замечательного любопытства узнать всё больше, больше, больше и больше. Узнать больше о науке, узнать больше, там, о философии. Нет, у большинства людей этого просто нет. И применять это. Вот. По сути, как бы, мир... То есть чувак постулировал свойства, которого у людей нет. У большинства. Он, в сущности, это материя и поток излучения. Ну, точки... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Всё, началось. Вот началась настоящая наука. Мир — это материя и поток... Чего? ...науки. И всё это переходит в каскад неких... Нет, я понимаю. То есть мир — это энергия. Это не философия, это физика. Или нет, это не физика, это реальность. Или как-то там такие вот пафосные фразы. Начался настоящий научный контент здесь. Сигналы для наших сенсоров, которые интерпретируются в информацию и переходят в данные в нашу мозгу. Мне не очень нравится применение компьютерных терминов к мозгу человека. А мозги, извините. Как бы мир — это образы, символы, модели, статистика, иерархия системы и сети. И рациональный подход в познании не имеет ничего общего с гуманизмом. Потому как любого человека он рассматривает как совокупность биологических элементов. Проблема в том, что вне любых этических систем наука в принципе невозможна. Потому что всякий ученый будет тогда обманывать других ученых. И если он будет обманывать других ученых, и другие ученые будут обманывать других ученых, они будут повышать свой индекс Хирша постоянно. Просто так друг друга цитировать. Увеличивать свой индекс Хирша до максимума, цитируя своих друзей. А друзья будут цитировать их. Они будут делать подложные исследования. И специально не будут проверять и сомневаться в исследованиях друг друга. В такой идеальной, замечательной научной системе не будет возможно никакого реального познания. Кстати, то, что я сейчас перечислил, это на самом деле тоже нередко встречается в науке. В целом. Ну, то есть, может не так часто, чтобы прям 100%. Но если бы не было никакой научной этики, это было бы 100%. Всегда бы так было. Просто везде обманы, везде подлог, везде попытки перехитрить систему. Стать богаче, повысить свой индекс Хирша, повысить другие наукометрические показатели свои. Чтобы иметь больше денег, чтобы больше там, не знаю, быть замечательным, потрясающим, классным ученым. Да, чтобы зарплата повысилась, больше статус был выше намного. Чтобы лучшие вузы брали на работу. Если наукометрические показатели высокие, больше шанс устроиться на работу, на хороший вуз какой-нибудь. Даже в хороший мировой какой-нибудь вуз можно устроиться, если у тебя очень большие наукометрические показатели. То есть, системы... Если бы не было никакой научной этики, вообще никакой научной этики, то учеными самыми лучшими становились бы не какие-нибудь замечательные физики с глубокими идеями, а менеджеры, лучшие менеджеры, которые могут обеспечить себе постоянный приток лайков, репостов только уже в научных журналах. И психического субстрата, который работает на фоне этой системы. Ну, например, Ричард Докинс. Это прекрасный пример такого научного менеджера, который пропиарился на теме атеизма. Я думаю, у него колоссальный индекс Хирша не за счет того, что он писал хорошие работы по биологии, а за счет того, что он известный атеист и, в общем-то, он очень популярен. Крайне популярен. И это составляет большой процент цитирований его как ученого. На базе этой биологии и поведения данной системы предопределено наследственностью и средовым влиянием. То есть человек это как бы хост, носитель, интерпретатор и передатчик наследственных и культурных кодов. А, культурных кодов уже. Контролируемый эволюционными программами выживания. В науке, ну или среди ученых, как минимум подразумевается положение, что знание это благо, чем не этическая установка. Да, в целом тоже, ну это вполне можно изобразить с точки зрения этики. Ценность знания. Да, это аксиология знания определенная. Через аксиологию можно попробовать тоже прийти к этике. Да, ценность это благо. Все стремится к благу, мы подстремимся к благу. Вполне так, аристотелевская такая концепция, да, да, вполне. Но дело даже не только в этом. Просто ученый должен определенным образом себя вести, определенным образом общаться с другими учеными. Должен, ну в общем, смотрите, если ученый такой придет, пацаны, привет, давайте-ка мы создадим такую ракету, которая херанем, в общем, по Хиросиме и Нагасаки, все взорвется. В общем, такое доказательство актуальности научной работы было бы неприемлемо в целом. Вообще в целом неприемлемо. А вот, не знаю, есть более тонкие и этические способы оправдания актуальности в данном случае. Ну то есть ученый все равно имеет определенную научную этику. И эта этика так или иначе должна пронизывать его работу. И она подразумевает в некоторых случаях гуманизм. Ну то есть вы просто скажете, смотрите, у меня будет ракета, и я расхерачиваю в ваш университет, например, здесь. И ученые такие, ну конечно, с точки зрения этики это неправильно. С точки зрения этики это, конечно, неправильно. Но мы же тогда много узнаем, ну подумаешь, ты ракету взорвешь в наш университет, нам это нравится, но мы больше узнаем же из этого, это будет хорошо. Нет, так обычно и происходит. Желание в виде потребностей и объединяющиеся с себе подобными и похожими. С целью альтруистического поведения, то есть взаимовыгодного эгоизма в думе. Чуваку надо тексты прописывать, но если это не стрим, ему надо просто прописывать тексты. Здесь он просто наговорил кучу херни всякой. С целью альтруизма. Существуют они с целью альтруизма, но я понимаю, что он не подразумевает вроде бы как не то, что говорит. Он до этого уже противоречил вот этому сказанному непосредственно. Но лучше бы он текст прописал. Если бы он прописал текст, было бы, наверное, чочек. Альтруизм это взаимовыгодный эгоизм. Который направлен на выработку оптимальной стратегии выживания для передачи, опять же, наследственных и культурных кодов. Ребята, кто из вас альтруист, отзовитесь, пожалуйста. Вы когда думаете об альтруизме, кто-нибудь из вас размышляет о передаче своих генов и культурных кодов? Пожалуйста, вот если вы об этом задумываетесь, я, наверное, может быть, поставлю плюсик под этим тезисом. Но, по-моему, такого никогда не бывает. Вот, уважаемый, вы думаете, когда вы альтруистически поступаете, о том, что вы передадите дальше свои культурные и небиологические коды, свои гены? Это главный ваш фактор в действиях или нет? Или все-таки вы по каким-то другим соображениям поступаете, как альтруист? Мне просто интересно, вот почему. Почему человек вот так бы вот такое резкое утверждение делает, которое вроде бы как ни на чем особо не основано. Поэтому... Да, очень клево. Ну вот, прочитайте комментарий, там смешной вот-вот-вот смешной комментарий, твой палец не доходит до туда. Та же самая мораль и тот же самый гуманизм, это все инструменты, опять же, выработанные в ходе биосоциального развития. То есть, из этого удивительного дела, чудесного, ничего не нужно. А нам это подают. Ну, гуманизм во многом действительно в итоге стал противоречить науке, потому что наука отчасти выбила человека из центра вселенной. Ну, то, что считается научными концепциями, в итоге как бы выбило человека из центра вселенной. Тот же самый Коперник со своей гелиоцентрической моделью поместил Солнце в центр вселенной, что, конечно же, тоже неверно, но он выбил непосредственно человека из центра вселенной. С другой стороны, Дарвин выбил человека из центра живого мироздания. То есть, человек теперь не единственное существо, ну, то есть, не единственное такое уникальное существо. Это одно из животных получается. Иногда это трактуется как самое развитое животное, иногда просто одно из животных. То есть, человек и здесь перестал быть центральной фигурой. Отчасти это правда. Но гуманизм, наоборот, он очень родственен с антропоцентризмом даже в некотором роде. Человек – это микрокосм. Микрокосм. Там просто гуманизм подразумевает не только этическую оценку, такой классический гуманизм. Классический гуманизм подразумевает в том числе и мистическую трактовку, и не только мистическую, такую трактовку, в которой человек переоценивается. Человек становится чем-то бывшим, человек становится отражением космоса. Человек – это не просто животное, человек – это нечто большее, чем животное. Человек – это отражение космоса, это часть космоса, это бесконечность внутри бесконечности, это макрокосмос. Метафистическая горилла. Ну, у меня всплывают мысли в голове иногда, что я, грубо говоря, живу в своих добрых поступках. То есть, добро, совершенное мной, это своего рода продолжение моего бытия, потому что это продолжение меня. Ну, понимаете, для совершения добра или террористических поступков может быть огромное количество причин. Ну, например, какой-нибудь Васил может думать о том, ну, если я совершу этот плохой поступок, то я попаду в ад. Я не хочу попадать в ад, я совершу альтруистический поступок. Ну, либо как-нибудь по-другому, не будем здесь прям вот, да, думать о том, что бы мог подумать Васил, но по-разному это может быть. У христиан одна трактовка, у, не знаю, у татар другая трактовка, у метафизической гориллы вот с бытием связанная. Почему мы должны думать о том, что вот, не то чтобы думать, а как подтвердить вот этот вот факт, что мы пытаемся передать наши гены, и если мы умрем даже, то гены, похожие на наши, передадутся. Ну, то есть, с точки зрения теории эволюции, это, конечно, логично было бы, было бы очень логично. И когда мы наблюдаем за поведением животных, это, в принципе, тоже, наверное, ну, было бы логично, так предполагает. Ну, условно, логично, конечно, потому что мы не можем трактовать так же и мысли животных, как и мысли людей. Ну, это приписывание этических поступков просто вот ни на чем не основано к биологии. Ну, просто вот биология человек-животное, поэтому он запрограммирован, хотя он так не думает. Если бы все люди думали, понимаете, вот уже у нас тогда был бы факт, да, мы все думаем, что мы хотим передать свою генетическую информацию дальше. Вот, тогда был бы факт, и тогда на этом можно было бы работать. Как какие-то априорные истины. И эти априорные истины на канале мы будем деконструировать. Следующий наш обзор как раз таки об этом. Чувак хочет деконструировать априорные истины. А что это значит? Какое знание является априорным, друзья? Прежде всего, это логическое знание и математическое знание. Они являются по преимуществу априорными. То есть, те знания, которые получаются из чистого непосредственно разума. Интересно. Интересно, да, человек собирается опровергать математику. Там будет деконструкция. То есть, мы приступаем к... Деконструкции математики я вполне поддерживаю. Основной фазе канала, для чего он существует. Деконструкции. И если мораль и эмоции не позволяют нам изучать науку, а наука позволяет изучать предпосылки этих явлений, таких как мораль и эмоции, то очнись. Есть множество систем, которые так или иначе изучают предпосылки нравственности, этики в рамках философии. Есть множество религиозных систем, которые изучают предпосылки существования, этических различных положений. То есть, мы можем считать, что наука лучше из этих систем. Да. Но мы не можем считать, что наука единственная. Априорное знание, пишет метафизическая горилла, это знание о том, что лада-приора это хорошая машина. Г-г-г-г-г. Возможно. Тут наоборот, а-приора, понимаете? То есть, отрицание приора. Не лада-приора, а лада-а-приора. Очевидно, что важнее. Только потому, что наука, она дает ответы на сложные вопросы, эффективнее эмоций и морали. А кроме науки, есть еще философия, которая, в некоторый процент философии является рационалистической. А с другой стороны, есть ряд религий. Да, ряд религий. Есть учения, которые, ну, не знаю, тоже сложно как-то классифицировать. И многие из них дают ответы на вопросы, на данные. Ну, интересно тоже. Ну, просто их игнорируем, мы просто есть эмоции. Эмоции, эмоции, это плохо, эмоции, а-та-та. Эмоции, эмоции, это негативно, конечно же. А разбирать более сложные случаи мы не будем. Ну, прекрасно, замечательно. Очень научно, как всегда. Поэтому критиковать науку, исходя из какого-то морального чувства, исходя из собственных представлений. Напоминаю, что со времен Канта у нас имеется очень сильный аргумент существования Бога, который повествует... Это как раз этический аргумент. У нас внутри есть эмоциональное вот это вот чувство, этическое. И поэтому, ну, поскольку оно ниоткуда якобы не взялось, поскольку, ну, его кто-то в нас, видимо, поместил, это является доказательством существования чего-то сверхъестественного, то есть Бога. А вот... То есть здесь тоже можно посложнее всё обыграть, даже с точки зрения этики. Этика может служить главным доказательством существования божества, что уже по-своему как-то интересно. Не в представлениях о этике или гуманизме, это всё равно, что критиковать там какой-нибудь маркер за то, что на стене нарисован половой орган. Это равносильно абсолютно. То есть это абсолютно глупо и нелогично. Абсолютно глупо и нелогично. И я знаю, что появятся умники, которые попробуют возразить и скажут, что мораль, коренящаяся в основе гуманистических ценностей, она ставит во главу угла жизнь. А уже из наличия жизни исходят все остальные ценности, в том числе и наука. Неплохой тейк. Если мы убьём всех учёных, что мы не поддерживаем, наука станет невозможной. Её просто не будет. Никакой науки просто не будет. Наука не есть реальный мир. Во-первых, это то, что пытается познать реальный мир. Наука – это определённая система с определёнными методами, которая принадлежит людям непосредственно. Но подобное возражение я скажу лишь одно. Наука существует как некоторая метафизическая сущность, которой поклоняются сиентисты. Она существует вне людей и, в принципе, сама по себе просто существует и имеет прямое отношение к реальности. Или наука и есть сама реальность. То есть физика – это не дисциплина, которая изучает природу, а сама природа. И химия – это не дисциплина, которая изучает вещества, а сами вещества, да? Вот что-то такое может быть ещё прозвучать. Сейчас сформулирую. Моральное чувство, оно настолько сильно разнилось и разнится от нации к нации, от культуры к культуре и внутри различных религиозных... А наука – нет? Если мы возьмём объяснительные модели эмпирических каких-то вот моментов в разных нациях, разных культурах, разве они не разнятся? Разве та наука, с которой мы имеем дело, не возникла на базе христианства, в христианских университетах? Разве эта самая наука не развивалась в рамках ряда христианских парадигм? Разве классическая наука не была тесно связана с христианством и не подтверждала некоторые христианские догмы, включая 6 тысяч лет существования? Так наука, на мой взгляд, ничего не доказала в данный момент. Но чувак думает, что доказала явно. То есть здесь очень много таких аспектов. То есть чувак не понимает генезиса становления науки, он думает, что наука – это какая-то абстрактная штука, такая везде, везде абсолютно, везде одинаковая, везде клёвая, она ещё где-то отдельно от людей существует, но охереть. Верс, что оно служило и служит оправданием и мотивом к множеству междоусобиц, которые были и будут и есть. И к множествам индивидуальных трактовок того самого. Да, получается наука, у него где-то там в мире идей находится, какая-то супер-пупер идея, абсолютно абстрактная, вне людей, вне всего остального, она очень клёвая, прям вот супер, невероятная. У гуманизма. И данные трактовки, они как раз-таки и применялись. Ну, то есть, здесь вот такой бутейк должен быть логический, если он говорит, вот у нас этика везде разная. Да, этика действительно везде разная, это бесспорно, этика везде разная. А наука-то что, везде одинаковая? Сразу получается вопрос. Наука везде одинаковая, да? Если наука везде одинаковая, то, наверное, везде должна быть теория притяжения, как минимум. Мы смотрим в другие, там, не знаю, в другие культуры, в китайскую культуру смотрим. Там есть теория притяжения? Нет. А на какой базис там работы? Там иниян, ци? Это какое-нибудь отношение имеет? Вот такие объяснительные системы к научным? Да, вроде бы тоже не особо. А когда мы разбираем, не знаю, китайскую медицину, там тоже вот это вот ци самое циркулирует по телу, и с помощью этого ци, с помощью иглоукалывания, можно каким-то образом влиять на потоки этого ци и исцелять непосредственно человека. Имеет ли это отношение к европейской медицине? Нет. Сейчас будет АСМР, или как это называется? Нет, это не имеет отношения никакого к медицине европейской. В ходе всех популяционных, конкурентных войн и всей борьбы. Ну вот, смотрите. Гитлер занимался этикой, но не был ученым. Вот такой аргумент. Да, вот воевали, этики воевали друг с другом. Вот это плохо. То есть, вот эта вот рознь, которая присутствует, она же исходит не из самой науки. Ты читал критику чистого разума Фекрет. Там уже новое издание появилось. Критика чистого разума Фекрет. Продолжение, в общем. Кант выпустил. Войны, революции и прочее. Она исходит из разности представлений, через которые мы оправдываем нашу экспансию и наши конкурентные побуждения. Очень странная трактовка этики. Не больше, не меньше. Но теперь должна быть антитеза непосредственно. Антитеза, без антитеза данный тейк не имел бы никакого смысла. То есть, по сути дела, гуманизм и общечеловеческие ценности – это фикция. Фикция. А наука – это… Их нету. А наука? Да, да, мы будем. А наука есть. Их нету, там все эти человеческие фикции, их не существует, их нет, их люди придумывают, ведут друг к другу войны из-за них. А наука, она объективно есть. Нет? Да. Тоже об этом разговаривать. А наука есть. Давай. Давай, давай, давай. Поэтому моральное чувство… Нет, про науку он не сказал. Все это моральная и фикция, а про науку мы не скажем сегодня. Нет. С одной стороны, есть фикция, а наука реально существует. Она объективна. Она… Это некая субстанция, или, не знаю, это сущность. Действительно, что-то в мире идей присутствующее. Само по себе. Абсолютное, вечное, нерушимое. С его размытием… Без исторического развития, ну, потому что если у него есть историческое развитие и определенная история, ну, внезапно наука почему-то возникла в христианском обществе. Посоветуйте, пожалуйста, достойное внимание, на ваш взгляд, книги, способствующие развитию антисиентического мировоззрения. Понимаете, в чем дело гендернифтический круг? Практически вся философская литература так или иначе способствует развитию антисиентического мировоззрения, потому что человек будет автоматически искать в науке какие-то подвохи. Одно единственное научное объяснение не будет его удовлетворять. У Гегеля есть антисиентические пассажи, у Хайбегера есть антисиентические пассажи, но есть авторы, которые очень сильно акцентировали внимание на разборе самой науки. Это прежде всего постпозитивисты. Следует начинать изучать это, ну, наверное, с Попера. Притом Попер, он включен как бы в науку, в том числе благодаря методу фальсификационизма своего известного. Но там уже мы видим определенные критические пассажи, связанные по преимуществу с индуктивной логикой. Тем самым, кстати, повторяет Юма и отсылает к Юму. То есть индуктивная логика всегда является неполной, индуктивные все, в общем-то, операции. Они не дают абсолютного ответа, они все, все ответы являются вероятностями. И поэтому нужно к верификации предложить еще один критерий, то есть фальсифицируемость сверху. Вот. Попер, это только начало. Попер очень хорошо относится к науке. Он верит в научное познание, верит, что мы когда-то сможем познать истину, но пока еще не смогли. Посложнее уже начинается это Томас Кун непосредственно со своими революциями. Ой, какими революциями, боже мой. Стоп. Парадигмы непосредственно. Спасибо за 10 рублей, Горелла. Я пойду. Спасибо за стрим Александру и хорошего времени суток всем смотрящим, смотревшим этот стрим. Спасибо, Метвизическая Горелла. Продолжаем. Томас Кун со своими парадигмами читаем. Там, да, там про революции, текст связан с революциями. Да, там научные революции присутствуют. Поэтому слово революция мне бросилось в голову. Потом тексты Локатоса, описывающие, в общем-то, существование научных систем. И, конечно же, самый фундаментальный постпозитивистский такой текст, это Пол Фейраббент, не знаю, тексты «Прощай разум» или что-то такое. Это такой интересный научный, отчасти во многом ненаучный, анархизм, плюрализм, подразумевающий вообще огромное количество всевозможных трактовок, которые так или иначе можно называть околонаучными. Ну, такую стандартную науку он критикует. Вообще, действительно, вся философия так или иначе не относится к науке с огромным позитивом. Ну, аналитическая философия может быть по большей части позитивно относится к науке. А остальные философские течения, это всегда вот в скобочках так вот, ну, не очень, не очень, такие вот сомнения везде проскальзывают. И с разницей в нем служило подоплекой и оправданием. Тем более, нет какого-то единого антисоентизма. По сути, любая философская школа, если она действительно философская, она антисоентичная, ввиду того, что она не является наукой самой по себе. У нее свой метод, например, у нее свои воззрения, у нее какие-то свои области, которые надо познавать. В этом смысле, ну, любая философская школа полноценная, она вот-вот прям вот антисоентична, в некотором роде. И скептицизм антисоентичен. Он вроде бы не отрицает науку, он вроде бы в ней сомневается, предлагает поводы для сомнения вам. То есть это не отрицание науки, это не в чистом виде анти. Но многие могут отощись за антисоентизмом, как, в общем-то, противоположность сиентизму, то есть вообще радикальной вере в мощь науки, в то, что наука самый лучший метод познания, единственный, самый невероятный, самый классный. И всю историю способствовала геноцидам, войнам и революциям. И при всем при этом, я не говорю, что геноциды, войны и революции – это плохо. Я лишь говорю о том, что глупо через призму морального понимания высказывать претензии в сторону обыкновенного инструмента. Все, подождите, девушка. Еще, еще нормально, еще чуть-чуть веду стрим и уже скоро заканчивается. Сейчас минута пройдет вот этого текста. Так вот, друзья, чувак у нас очень такой интересный вот здесь, Войт, прикольный, прикольный дядя, в общем-то, с очень мужественным голосом, сломанным таким, с помощью программы, я полагаю. Он посвятил значительное количество времени разбору того, почему непосредственно, да, этика, которая вызывает войны, она вот именно этому, потому что этика – это плохо, она вызывает войны, это отрицательно, это вот правда очень плохо. Мы будем об этом рассуждать в течение нескольких минут, а потом – нет-нет-нет, я не считаю, что это плохо, но… Познание. Поскольку, как бы, морали их много, моральных представлений, этик, культурных представлений, их очень много. А наука одна. А инструмент познания, он один. 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 Он один. То есть, истории философии не было вообще. Не было ни одной религии, которая претендовала на познание мира. Не было буддизма, который предлагал духовные практики, например. Не было, не знаю, предтечи науки в виде философии рационализма и в виде философии эмпиризма. Не было эмпиризма и рационализма отдельно друг от друга тоже, которые предлагали свои странные варианты трактовки различных вещей. То есть, не было. Это был один метод, всё. Гендерментический круг. Как я знаю, есть несколько градаций антисиентизма от умеренного до радикального. Именно радикальный полностью отрицает позитивный вклад науки. Что такое позитивный вклад? Можем здесь начать спорить о позитивном вкладе, о негативном. Ну, я просто с точки зрения скептицизма подхожу к критике науки всегда. И всё, что там в науке говорится, обычно я подвергаю скепсису. Радикальному прямо скепсису. Но это не радикальное отрицание. То есть, я не ратую за то, что нужно сжечь учёных. Я не ратую даже за разделение тотальное, именно вот практическое, именно на практике непосредственно техники и самой науки. Потому что разделение техники и науки, скорее всего, приведёт к обрушению практики. Потому что современная практика, она адаптировалась к такому научному, в общем-то, знанию, в общем-то, непосредственно к науке адаптировалась. И без него будет работать очень плохо. Гимнософист тут прокомментировал. Даже у самой науки разные методы. Нет единого познания с большой буквы. Ну, я бы просто сначала очистил поле науки. Я бы убрал, например, гуманитарные науки. Их, например, за границей называют артс просто, искусство. Ну, пусть будут там, с другой стороны, не совсем так науки, как бы. А с другой стороны, я бы убрал, например, тоже математику, логику. Потому что они действуют совершенно другими методами. А вот естественный цикл наук, у него есть базовые какие-то положения методологические, которые очень похожи. Они одинаковые, по сути, методологические основы естественных наук. Но, с другой стороны, даже внутри этих естественных наук, да, непосредственно есть разные методы. Я согласен. А если мы начинаем приплетать тут математику, историю, я не знаю, культурологию, то-то просто взрыв мозга. Это просто какая-то необъединимая система, которую невозможно определить. Это тотальный хаос. То, что творится в академических сообществах, на самом деле, это просто хаос. И научная методология, она как бы, она одна, и именно она позволила нам сегодня благоденствовать и сохранять миллионы жизней. Ну, то есть, когда ракеты, благодаря этой самой науке, падают на города, это как бы плевать, это другие люди все скидывают. А когда, в общем, кто-то лечит людей с помощью научных знаний, это все наука, это науке надо сразу. Вот все хорошее, что происходит из-за науки, это науки мы отдаем, а то, что плохое происходит, мы от науки как бы вот забираем. Не-не-не-не-не-не. Вот кто-то скинул ракету на город, не-не-не-не-не, наука не виновата. А кто-то вылечил человека, не будучи при этом ученым, но пользуясь научными воззрениями, взглядами. Во-во-во-во-во-во. Вот это мы зачищаем. На плюсы науки это максимально хорошо. Вы знаете, что сознание так работает? Религиозных фанатиков так оно работает. То есть, мы не собираемся рассматривать негативные аспекты науки, в принципе, а будем причислять к ним только позитивные аспекты науки. Ну, потрясающе, ну хорошо, ну замечательно. Ну да, нет худа без добра, как говорит моя бабушка. Эотнос прокомментировал нас. Ну, вот тут, получается, нету худа. В науке нету худа, просто нету, понимаете? Там все хорошо. И поэтому в основе гуманизма должны лежать не какие-то моральные чувства и общечвеческие ценности, которые есть фикция, а в основе, и в основе как бы науки тоже не должен лежать гуманизм. Суть в том, что все как раз таки наоборот. Наука с познанием, сознательностью и пониманием должны лежать в основе представлений о гуманистических ценностях. Ну, я напоминаю гильотиду и юма, то есть то, что есть, не должно переходить в позицию должен. То есть суждение об основах мира мы не можем перевести в суждение о том, как мы должны поступать в этом мире. Я не согласен здесь с юмом по большей части, но потому что если есть бог, например, который задает нам этические постулаты, то мы, в принципе, скорее всего, должны быть склонны к тому, чтобы действовать в соответствии с этими этическими постулатами. Есть, в общем-то, исключения, есть система исключения из этого правила, но в рамках науки, именно такого научного подхода, в котором нет бога, нет управляющей такой мифической силы, которая задает этические парадигмы, то, что он сейчас сказал, не имеет смысла. Только потому что... Ну, может быть, и имеет, но это надо очень жестко доказывать. Вот прям вот очень постараться доказать и прям вот сходу утверждать такое нельзя. Не эмоции и мораль могут дать нам ответы на некие сложные вопросы, кто мы и что нам делать дальше, а лишь наука может позволить нам получить ответы на данные вопросы. Сфигали. Ну, то есть, я не знаю, существуют ли вы, например. Это не научное высказывание, на самом деле, это высказывание описательное такое вот. Ну, существует, допустим, львы, да. Как это влияет на то, что я должен как-то поступать? Существуют кванты, допустим, вот научные, чисто научное высказывание. Как это должно повлиять на то, что я как-то должен себя вести? Либо существуют химические вещества, и при определенных взаимодействиях и смесях они могут производить другие вещества. Как это может быть, в общем-то, связано, не знаю, как это, в общем-то, можно, как это приведет к нашим этическим каким-то вот высказываниям, каким-то положениям, позициям? Я не понимаю. Ну, все, мы уже досматриваем видео до конца, осталось совсем немного, и я уже, наверное, пойду, я с вами задержался сегодня немножко. Все, всем большое спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь, до новых встреч. Ну что, друзья, всем большое спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь, и до скорой встречи. Я тоже повторю слова этого персонажа. Ну ладно, если серьезно, в принципе, такое стандартное сиентическое видео, такие тексты часто встречаются, ну, такая поп-наука очень распространенная в нашем обществе. К сожалению или к счастью, не знаю. Не знаю вообще, кому в голову может прийти пропагандировать науку. Да, чат у меня очень веселый, обязательно заходите, друзья. Не забывайте, кстати, заказывать интересные видео, особенно, КОНОВ minute late.